Роскошная задача. Если 2 в степени n плюс 1 делится на n, то n делится на 1. Запишем тоже эту задачу и решим тоже при помощи порядка. Если 2 в степени n плюс 1 делится на n, то n делится на 1. Ну, смотрите, господа, во-первых, 2 в степени n плюс 1 число всегда нечерпное. У ничерпного числа все делители нечерпные, поэтому n нужно быть нечерпным. Говорим теперь, рассмотрим наименьший простой делитель, наименьший простой делитель числа. Двое число можно как-то разложить на простые множители. Но единственным образом, с точки зрения порядка множителей, значит, там есть самая маленькая, наименьший простой делитель. Смотрите, как можно переписать этот делитель? Значит, 2 в степени n сравнимо с минус единицей по модулю n. Хорошо. Значит, в частности, не только на n делится, но и на p делится. Получается, что 2 в степени n сравнимо с минус единицей по модулю p. Очень хорошо. Теперь вспоминаем, что можно квадратно говорить. 2 в степени 2n сравнимо с единицей по модулю. Хорошо. Мало бы теорию фирмой, не принять меня. Она тоже верна. Единица – это 2 в степени b минус 1. Просто помалый теория фирма. 2 в степени 2n, потому что мы его звели в квадрат. Малый теория фирма утверждает, что 2 в b минус 1. У нас b – четное число. Может быть, да? Значит, вводим цель на простатство, все хорошо. 2 в b минус 1 – это единица. Ну, а теперь, ребята, смотрите. Число b минус 1. Все делители, ничего, имеют меньшее, чем b. У числа n, наоборот, меньших, чем b в четных делителе не бывает. Значит, каким свойством обладает порядок числа 2 по модулю p? Он обладает следующими свойствами. b минус 1 – это единица. Ну, и 2n будет делиться. Значит, на самом деле, если 2 числа делятся на этот самый порядок, то и их наибольший общий делитель тоже должен делиться. Но наибольший общий делитель 2n – это n – нечетное число. И числа b минус 1 – это вообще нечетное число, потому что никакие нечетные делители числа n не являются делителями числа b минус 1. Они слишком большие. Мы взяли в качестве b наименьшие. Значит, 2 делится на k. Ну, теперь опять вариант. Какие делители числа 2? 1 и 2. Если k равняется 1, то получается 2 сравнимо с 1 по модулю p. Такого вообще не бывает. Потому что p – это число черное. p – простое число, так и бывает. Значит, k равна 2. 2 в квадрате сравнимо с 1 по модулю p. Ну, ребята, если 2 в квадрате 1 делится на p, то значит, p равна 3. И это и есть то, что нам нужно было доказать. p делится на 3. Решение короткое. Но если давать такую задачу школьнику, который не знает, что такое порядок, шансов никаких, вообще никаких, потому что непонятно с какой стороны ослабление на эту задачу.